У меня есть побуждение дать короткое свидетельство о своём спасении. Я это делал много лет назад, последний раз вы на этом месте. Обычно я этого не делаю. И я не часто, когда я свидетельствую, я не часто свидетельствую своё свидетельство. Но Господь мне дал благодать иметь сильное свидетельство о спасении. И у меня есть побуждение, может быть, это нужно кому-то из вас, и нам, в каком-то смысле, всем это нужно, чтобы понять, что Бог спасает нетрадиционным образом. Можно чуть-чуть свет пригласить, я хочу показать некоторые фотографии. Вот это моё фото, я сейчас себя не продвигаю, просто я хочу, у меня побуждение сказать это свидетельство. Я просто буду послушан Святому Духу. Кому-то из вас это надо, я чувствую, что есть несколько человек, которым нужно услышать это очень важно, потому что вы в поиске находитесь. И ваше свидетельство нетрадиционное, как у меня. Вы пришли не через церковь к Богу. Вы пришли не через молитву покаяния. Вы пришли не через христиан. Над вами работала предварительная благодать. Нетрадиционным образом вы не можете найти модель, куда бы себя поставить, или тех людей, которые бы вам соответствовали. Поэтому вы ходите по церквам и не можете найти свою церковь. Вот я был такой человек. Я нашёл своё место в Господе. Где-то 20-с чем-то лет назад это был я вот в таком состоянии. Эти брошюры, да. Это я был хиппи, наркоман. И просто, ну как наркоман, больше, наверное, романтик. Не то, чтобы я там, ну, до свинства не доходил. Кололся по сезонам, опиумам. Ну, эти... Да, это Сайгон, вот слева. Сайгон, там, на Сайгоне. Вот это была у нас Лена, баптистка. Что-то у нас сигареты, что ли, сидит. Вот такая баптистка была. В общем, она нас приглашала на Баринова, там, и всё такое. Это прямо на Питере, на Невском проспекте. Это Саид, мой друг. Он до сих пор приходит на мои богослужения, когда я в Питер приезжаю на конференции. Он приходит сюда на мои богослужения, обнимает меня, говорит, Ромка, привет. Я говорю, привет. Саид его зовут. Он носил пальто на голое тело. Научил меня жить на чердаках. На чердаках Петербурга мы кидали с ним мелочь, деньги в прохожих, и говорили, вы забирайте свой мусор. Но там слишком много голубиных, голубиного помёда, поэтому мне это не нравилось. Вот. В общем, и когда я пришёл к Господу, ну, я не буду сейчас всё рассказывать, я хотел сказать вот что. Не буду сейчас рассказывать, это надо просто... Просто я не научился свидетельствовать хорошо, правильно. Меня учили, что свидетельствовать надо за три минуты. И радостно. Я лучше не буду касаться этого, потому что мне вам всем станет плохо. И это будет долго. Поэтому я даже свидетельствовать не буду сейчас. Потому что каждый раз, когда я касаюсь, что где я был, меня становится... Меня начинает трясти. Потому что я был в смерти. Я не могу вам даже рассказывать мои дела. Потому что только на небе всё можно будет. Только несколько человек знают моё свидетельство. Потому что нельзя. Вы не понесёте. Но Бог поставил меня омытого кровью. Омыл кровью своей. И поставил сюда, чтобы проповедовать Евангелие. Враги ненавидят меня. Дьявол меня ненавидит полной ненависти. Потому что он упустил такую добычу. Но Господь сказал, что я любимый. И я живу, как любимый. Я твёрдо знаю, что меня Господь больше всех любит. И я вот с этой грамотой живу. Эта грамота внутри моего сердца. Она запечатана. Зашита кровавыми жилами Иисуса Христа. К моему сердцу. Мы срослись. Сердце Господа и моё сердце. Мы срослись. Я в спасении 100%. Независимо от моего прошлого. Независимо от моих ошибок сейчас. Моё сердце с Господом, оно одно. И вы все вместе, всем своим миром, не сможете даже усомнить меня в этом. Как хотите. А я пошёл. Вот и всё. Хотите вместе? Пойдёмте. Будем радоваться. Ну, чем мы и занимаемся с вами. Всегда мы даём вам веру. Веру настоящую. Которая спасает. И которая даёт силу пройти над всеми обстоятельствами. И победить всё. И объять в себя весь мир. У нас только одна проблема. Мало. Нам мало. Мало народов. Мало благодати. Мало, 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 мало. И мы у нас только одна проблема. Мало. Но ничего. Будем с этим жить. И вот, что было интересно в этом свидетельстве. Я даже посмотрел. Я не буду рассказывать, что и как там. У меня нет времени просто, действительно. Но я хочу сказать, что должна быть свобода в свидетельстве. Когда вы свидетельствуете людям о Господе, дайте Богу возможность сделать так, как Он хочет. Не засовывайте Его в церковную рамку. Потому что то, что сделал самой Бог, у меня не было. У меня было всё не как у всех. И до сих пор так. И я не толкаю впереди себя тележку, на которой написано «Счастье». Я не показываю своё счастье как знак того, что Бог со мной. Я наоборот верю. Я верю, как апостол Павел. Что можно жить с жалом в плоти и служить Богу. Что можно жить с проломами и травмами и служить Богу. Что можно жить в смерти и служить Богу. Вот так я верю. И это, на мой взгляд, гораздо круче, чем толкать впереди себя тележку, на котором написано «Счастье» как знак благоволения Божьего. Для меня это дешёвка. Вот нормальные ребята двигаются по-другому. Всё не как у всех. Всё не как положено. Во-первых, я встретил Христа вне собрания. И вообще, и потом пошёл искать только собрание, где найти свой народ. Вот родился, яйцо посреди пустыни, бум-с, вылупилось. Мама, папа, никто не отвечает. Брат, сестра нету. Ничего нету. Я вылупился, пережил откровение на улице, плакал, рыдал. Во мне прозвучал громовой голос «Бог есть!» И Он призрел на тебя. Я услышал этот голос как гром внутри своей груди. Я посмотрел на небо и понял в один момент это случилось, что всё. Теперь Бог перстом меня коснулся. Это было вдоль секунды и я изменился. Это было как у апостола Павла. Он сказал «Стоп! Я есть! И я призрел на тебя!» Что интересно, там не было откровения о Христе. Я не знал об Иисусе. Это был Бог. Но потом Иисус стал открываться. Тут же пришел дьявол. Он тут же появился. Подбежал человек и стал восхищаться мной. Я был эффектный, длинный волос. Я не говорю, что красивый, а эффектный. И очень сильно был выпендронистый человек. Он стал восхищаться. Я увидел в нем сатану. Я думал, как интересно. Первого, кого я встретил, это сатану. Сразу. И он стал мне давать чашу гордости. Сразу полную чашу с гордостью. Пей. И я понял, отойди от меня. И я от него ушел. Побежал к своим друзьям и так далее. То есть, это было вне церкви. После этого откровения все. Я уже не мог быть прежним. То есть, Христа стрелил вне собрания. Началось спасение до встречи с церковью. Я пошел в церковь искать уже спасенным человека. У меня было возрождение. Я связывал себя. Я утром вставал. Думаю, Господи, если это Ты и Ты есть, дай мне такой же вот этот божественный прихот, как вчера. Вот эту волну мощную. И я связывал себя и выходил только за подъезд и начинал носиться по всему городу, просто лететь семимильными шагами и счастье изливать. Я был счастливейшим. Все, все сопки пропутешествовал. Думаю, надо вечерю принимать. Как? Купил бутылку вина, лил на землю и с землей матушкой, с небесами принимал вечерю. Я не знал, что мне делать. Как? Как мог, так и служил. И связывал себя шарфом по рукам вот так вокруг, потому что меня распирало. И вот так вот связанный держал узел и ходил среди людей, потому что я был как сумасшедший. Такое счастье, перло из меня Духом Святым. И так было где-то несколько дней. Каждое утро я выходил и говорю, Господи, если это ты, дай мне еще тогда Святого Духа. И Господь, на, фух. И вот так напирал. Я не знаю, что бы я сейчас делал с таким человеком. Если бы я не имел это своей, как пастор, не знаю, наказывал бы его или нет. Не было молитвы покаяния. Я не повторял молитву покаяния. Это там Муди придумал, они придумали какую-то час фенея, скамейка беспокойства. Они придумали все, повторяя за мной, все это, ну, конечно, человек придумал, мы в Библии этого не читаем. Конечно, это психологический трюк, который работает. Но мне не нужен был этот психологический трюк. Если мы говорим честно про Евангелие, это не надо. Если мы сейчас дерзнем освободиться вообще от всего человеческого, то мы войдем в другое откровение. У нас будет откровение другой природы, которое сейчас проскваживает, просачивается сквозь наши поры здесь, на собрании. У меня не было репцентра. Я потом уже создал эти репцентры. стал плохеть, натореть в религии и, ну, немножко заврался, поэтому репцентры обязательны. Но на самом деле это не так. Репцентры не обязательны. Дух Святой обязателен. Если наркоман примет Святого Духа, ему не нужен репцентр. Но вы этого не слышали. У меня не было наставника. Тот наставник, который мне рассказал Евангелие, он не верил вообще, что я приму Христа. И он сам грешником был. И то, что он принес мне, только соблазн. И когда я смотрел на его жизнь, я соблазнялся. И поэтому наставника у меня не было, только один соблазн. И, ну, мне распирало исповедоваться. Я пошел исповедоваться. Исповедь нужна. Но исповедовался мирским людям, потому что распирало от греха. И надо было куда-то его излить. И я пошел и стал находить себе уши, чтобы рассказывать все свои грехи. Они так слушали. И боялись. И закрывались от меня. И все. Но я изливал и как бы освобождался. Это уже не моя проблема. И некоторые из них манипулировали. Дом приходили. Да, должок. Я говорю, слушай, должок, сейчас палец тебе сломаю. Должок. Иди на кладбище и там меня ищи. Я другой. Это не я был. Теперь меня нет. Так я сейчас и до сих пор отвечаю. Они не могут ничего сделать. Потому что кровь Иисуса Христа омывает меня от всякого греха. Воздайте Богу славу за это. Не было попечения. Никто меня не попекал. Сатана попекал. Но Бог бодрствовал над этим. Не было традиций новообращенного. Я не знал четыре закона духовных. Какие-то брошюрки странные мне насували баптисты. Целая пачка. Я читал и удивлялся, что у меня другой Бог. Библию читал, всю понимал. Прочитал ее от корки до корки где-то за несколько дней. Причем сразу мне дал Господь понимание, что я не должен пропускать даже книгу Левит. Единственная книга, с которой я очень сильно боролся, это книга Иова. Меня Иов возмущал, я его возненавидел. Я говорю, как ты можешь роптать на Бога, на такую любовь, как ты смеешь противиться Богу. я Иова не мог читать. Мне доставлялось сильное усилие читать Иова, потому что я возмущался против него. Я бы его обличил, потому что я не понимал тогда всей глубины страдания этого человека. Все остальные книги я сразу прочитал. Когда я прочитал, я понял, что я должен снова прочитать эту книгу. Я закрылся в квартире без церкви, никакой церкви, от корки до корки всю Библию. И второй раз я читал Библию, записал и списал толстую тетрадь откровений. Толстую тетрадь откровений. И эти откровения уже на места писания об Иисусе Христе. Потом, когда я попал в церковь, я понял, что это были правильные откровения. Не было богослужения у меня. Я не ходил в церковь, потом пошел искать. Не было уроков крещения. И однажды я сидел дома, постучали в квартиру. Квартира вся была в пентаграммах. Я сам изобретал свои пентаграммы. Там нет моей пентаграммы? Это было окно в демонический мир. Постучали, зашли два человека и сказали, Иисус тебя любит. Я говорю, дети мои. Мне было где-то года 22-23. У меня был черный халат со свастикой и с готическими огнями. Сверху, а здесь посреди свастика. Черный халат. Внутри красная ткань. Им гробы обивали. Мне подарил один друг наследство от бабушки монахини, когда обивали гробы этой тканью. Я из него сделал себе мантию. И все было в пентаграммах вокруг. Красные лампы, красная ванна, выкрашена в красный цвет, и красная лампа горела. Ночью я жил, а днем спал. Они постучали и сказали, Иисус любит тебя. Я сказал, дети мои, вы знаете, кто я? Меня во дворе называли Авадон, ангел бездны, за спиной, чтобы по морде не получить. Так просто обзывали. Потом мне рассказали, что ты Авадон у нас был. Я говорю, да вы что, это же Библия. Правда, не хорошие, ангел бездны. Иногда я ночью выходил и бил людей, просто избивал, успокаивался и заходил снова домой. Просто прохожих. Забивал просто, возвращался. Это так, я вам чуть-чуть только хочу сказать, что на душе творилось. Успокаивался, когда кого-нибудь избивал и возвращался домой. Мог сильно бить, удар страшный был. А и быстро бегать. Ну, что еще надо для свободного человека? Поэтому не боялся ни групп людей, ни ночи, ничего. Человек тьмы. Ночь. На кладбищах гуляли ночью. И когда они говорили об Иисусе, говорили, говорили, а я уже тогда чувствовал прикосновение благодати, я сказал, тогда крести меня прямо сейчас. Они переглянулись, потому что сами еще курили. Вы видите, как спасение работает. Один был милиционер с Москвы, еще покуривал и каялся. А второй музыкант, сейчас он православный батюшка какой-то очень известный, Максим, закончил Гнесиных там и так далее. и они полеглянулись и подумали, хорошо, давай. Набрали ванну воды и крестили меня там. С этого времени началась битва. К чему я все это вам рассказываю, братья и сестры? Господь спасает нетрадиционным путем. Не засовывайте Бога в религию. Сегодня, когда вы проповедуете Евангелие, я не говорю, что вам надо избегать правил, если у вас ничего нету, кроме традиции, но может быть традиция это ваши штаны. Без штанов совсем не ходите. Если у вас нету внутренности, внутреннего содержания, ну тогда будьте в традиции, пока вы наполните штаны чем-то. Но когда у вас есть жизнь, некоторая традиция приносит ей смерть, и вам надо освобождаться от нее. Мы должны позволить Духу Святому сделать ту работу, которую Он хочет сделать. Когда мы встречаем этих людей, даже трансвеститов, наркоманов, или бизнесменов, или депутатов, неважно, понимайте, что это вы встретили человека с нетрадиционной ориентацией. Я серьезно, я не сказал сексуально, я сказал, что каждый человек это уникум, и у него есть свой персональный путь Богу, и он будет обязательно не похож больше, чем похож. позвольте Богу быть Богом этого человека, не исказите Евангелие, позвольте Богу представить это Евангелие так, как Он хочет. То, что сделал со мной Бог, потом уже, смотрите, мы сидим сейчас на дослужение, мы также можем сидеть в Петербурге, в Москве, или сейчас скоро будем сидеть в Мадриде, или в Ташкенте, или на Памире, это все плод веры, не только моей, всей нашей, но это же, вы понимаете, о чем речь идет? Вот это делает Бог, и давайте мы освободим Бога, выпустим Его из тюрьмы, из изолятора, аминь, прости Господи, что мы Тебя арестовали вот здесь от страхов наших, посадили Тебя на интеллект, прости нас за это, освободи. И когда я вспоминаю свое свидетельство, спрашиваю, почему так? Он сказал, потому что ты должен знать, что для меня нет никаких ограничений, чтобы достать из самой бездны и поставить на самый верх. Я встречал разных людей, о великих апостолах, которые очень, они живут в роскоши, так называемых пророков великих, которые мне пророчествовали, но ничего не сбылось. Но для меня это не важно. И встречал рабов Божих, которые сидели в тюрьме по 25 лет. Это все такое богатое, такое разное тело Христа. Но у тебя Бог должен быть. Что тебе до того? Ты иди за мной, но иди вместе с моими святыми. Ну, такие дела. Продолжение следует... Продолжение следует...